Тумсо. Казаки утверждают, что левый берег Терека принадлежит им. Что думаешь по этому поводу? Саламу алейкум, Тумсо. Ты очень правильно сказал, что без России конфликты решались мирно. Получается ли, что вопрос Азербайджана с Визгистаном также будет решен без кровопролития, если не Россия? Не в составе России вас серьезнее, одна держава не воспримет военное время и просто сомнут как препятствие. Анализируй больше, не смотри с позиции обиды. Антон Антошкин. Россию же не просто так прислал Аллах. Мы грабили друг друга и похищали людей, продавали в рабство. Ты говоришь, что жили дружно. Далеко не правда. Дагестанец. Дагестанец в прошлом эфире тоже задонатил 500 долларов. Он сейчас опять задонатил 500 долларов. Тумсо салам от всех дагестанцев Европы. Делаем дуа, чтобы Кавказ был единым и свободным. Со своей стороны ты делаешь все, что можешь. Подгоняем очередную порцию финансов. Бараку влаху фейкум, братья дагестанцы. Пусть Аллах воздаст вам благом. У Кавказа был шанс в 90-х выйти. Не смогли. Сейчас государство РФ настолько сильное, что легко сможет задушить любую попытку стать независимым. Ну, видишь, это же переменчивая тема. Вот эта вот сила, она сегодня, да, ситуация такая, что мы вынуждены вот здесь вот просто об этом говорить, постоянно напоминать. Чтобы эта идея, она горела в сердцах наших, нашего народа, наших людей. Это все, что мы пока можем сделать. Сегодня, как говорится, даже костры в лесах Чечни уже не горят. Да, действительно, очень серьезно нас, конечно, подавили. Но эта ситуация, она очень переменчива. И примеров подобных в истории очень много. Поэтому главное, чтобы эта идея, она горела. Сейчас вот это вот важно сохранить. А когда будет удобный момент, мы им воспользуемся, инжаллах. У нас вот подобный период, он уже был в нашей истории не так давно. Это наша высылка и затем возврат из высылки. Это как раз вот ровно такой же период, когда страна была очень мощная. Любые попытки там какого-то разговора о своем суверенитете просто жестко пресекались. Людей там объявляли врагами народа, в ГУЛАГ и так далее. Это все было у нас. Но как только появилось вот это вот окно, возможность в 90-х, в конце 80-х, в начале 90-х, воспользоваться шансом, да, и объявить свой суверенитет, мы им воспользовались. Вот сейчас мы находимся в таком же ожидании. И когда у нас такой шанс появится, чтобы мы им могли воспользоваться, нам нужно, чтобы вот эта идея была. Эта идея, вот костры в лесах погасли, но в сердцах этот огонь ему нельзя дать погаснуть. Он должен гореть. Поэтому сейчас наша деятельность, она направлена на то, чтобы вот этот вот огонь в сердцах, он не погасал. Тумсо, как оценишь настроение молодежи на Северном Кавказе по отношению к России сейчас? Есть ли какая-то выработанная политика федеральной власти в этом плане, или этим занимается местная власть? Настроение молодежи в отношении России, как я оценю? Я оценю это... Как на этот вопрос ответить, как я его оценю? Есть над чем работать, конечно. Я не могу сказать, что это мы довольны тем, но... И не все так плохо. А что там у них по поводу политики? Ну, национальная политика, она формируется в любом случае в Кремле, и уже оттуда спускается. А на местах, насколько они там ее тюнингуют дополнительно, это уже... Да, я думаю, конечно, тюнинг присутствует. Они ее тюнингуют, но в целом концепция, она задается в Кремле. Это вот этими вопросами сейчас занимается Кириенко. Вопросами внутренней политики. Тумсо, казаки утверждают, что левый берег Терека принадлежит им. Что думаешь по этому поводу? Что я могу думать по этому поводу? Я кавказец, коренной житель на этой земле. Что я могу думать по этому поводу? Конечно, это неприемлемо. Подобные высказывания, они неприемлемы. Казаки, это те люди, которых заселяли, чтобы закрепить свою оккупацию на этих землях. Именно так там появлялись казаки. Никто из казаков не является там кариным. Все они там пришлые. Но здесь нужно один момент просто обговорить, что проживающие сегодня в Ставропольском крае, в Краснодарском крае казаки. А мы ведь с вами понимаем, что Ставропольский край и большая часть Краснодарского края, ну или не большая, а, скажем так, прибрежная и такая горная часть Кавказа, предгорье, точнее Краснодарского края, это Кавказ, это никакой не Краснодарский край, никакой не Ставропольский край. Это придуманные как бы вещи. И сейчас там проживает немалое количество так называемых казаков. Эти люди, мы не заинтересованы в том, чтобы они там покидали Кавказ и так далее. Было бы хорошо, если бы они также, осознавая свою выгоду, жить в таком объединенном Кавказе, в союзе Кавказских государств, а не с Россией, если бы они были бы нашими жителями, это было бы, конечно, и для них это было бы хорошо, и для нас это было бы неплохо. Томсов, можно ли говорить, что такие страны, как США и государство Европы, могут быть союзниками Кавказа? Они под предлогом борьбы с терроризмом размобили исламские страны. Конечно, могут. Конечно, они могут быть союзниками. В зависимости от ситуации, от того, кто является врагом, у тебя бывают и союзники. Поэтому, да, они могут. Томсов, США кинули Абданистан и не думаю, что их хоть как-то заботит Кавказ. Странно называть оккупантом и злодеем Россию, но я вас понимаю, при этом восхваляя их же. Я же говорю, в зависимости от того, с кем ты враждуешь, у тебя бывают и союзники. Это правило геополитики. В политике нет такого, что я вот такой хороший парень и все. Каждый, кто нехороший, он для меня враг, так не бывает. Ты в зависимости от ситуации, от того, какие у тебя интересы, ты заключаешься с какими-то странами, выгодные для себя союзы, отношения и так далее. В этом нет ничего предосудительного, неправильного. Так всю жизнь, всю историю, так существовали страны, империи, народы. И так они будут существовать. Поэтому вот эти вот аргументы, там они вот плохие, они могут быть плохими в каких-то вопросах, мы можем быть тоже не в восторге. Но пока враг нашего врага, пока они являются врагами нашего врага, они будут для нас союзниками. Таково правило. Если это как-то изменится, если поменяются враги, то у нас будут уже другие союзники. Всегда как бы так строилась политика. Не в составе России вас серьезнее, одна держава не воспримет военное время и просто сомнут как препятствие. Анализируй больше, не смотри с позиции обиды. Антон Антошкин. Фу, я не понял, про какую войну он говорит? Военное время. Про какое военное время ты говоришь? Ты в смысле уже, как бы, у тебя уже военное время, ты живешь во время войны? Даже если так нас это устраивает, я думаю, не тебе нужно беспокоиться о нас. Мы как-нибудь сами о себе беспокоимся. Найдем для себя союзников. Как-нибудь выпутаемся из ситуации. Не переживай. Как ты объединишь 102 национальности Кавказа, где у каждой национальности по 2-3 претензии к соседней. Территориальный, кровный, исторический. Вообще без проблем мы это сделаем. Просто нам нужно, чтобы Россия оттуда ушла. И вот все эти проблемы, о которых ты говоришь, территориальные, кровные и прочие, эти проблемы, они решаемы в очень короткий срок. Пока у нас не было России, у нас не было никаких проблем. Ни территориальных, ни кровных. Заметь, мы постоянно, вот эти 102, я не знаю, как ты там почитал, эти национальности, мы постоянно жили рядом друг с другом. И никогда друг с другом не воевали. Ни одной нет войны в истории у кавказских народов между собой. Ни одной. Но как только у нас появилась Россия, у нас появились вот эти территориальные какие-то конфликты, какие-то даже столкновения. Ингушей столкнулись с осетинами. Замину этого замедленного действия заложили между Дагестаном и Чечнёй. Это делала всегда Россия. Вот нам нужно избавиться от вот этого выгодополучателя. От страны, которая получает выгоду из этих конфликтов. Как только мы её оттуда уберём, выгодополучателя нет. Соответственно, от этих конфликтов никто не выигрывает. Когда мы все это понимаем, что никто не выигрывает, мы эти проблемы решаем. Очень легко. Сначала полный мораторий вводим на все вот эти вопросы территориальные и прочие. А потом, в зависимости от того, где и какие конфликты, например, очень остро сегодня стоит осетинно-ингушский конфликт. Его решаем таким образом, чтобы гарантом непролития крови были соседние народы, исторически проживающие рядом с осетинами и ингушами. Также решаем вопрос Грузии и Осетии, которая тоже сегодня остро стоит. Грузия – это тоже неотъемлемая часть Кавказа. Это надо помнить. Это та сторона нашего хребта. Это Южный Кавказ, который Россия никогда не хотела признавать Кавказом. Но это Кавказ. Грузино-Абхазский конфликт, он тоже моментально решен. Как только оттуда уходит Россия, мы эту проблему очень быстро решаем. Так что я не буду здесь изобретать велосипед. Мне не нужно ничего придумывать. Мы эту проблему решим так, как мы и всегда подобные проблемы решали до прихода к нам в России. Мы же как-то жили и решали эти проблемы. Вот точно так же будем решать. Саламу алейкум, Тумсо. Ты очень правильно сказал, что без России конфликты решались мирно. Получается ли, что вопрос Азербайджана с Визгистаном также будет решен без кровопролития, если не Россия? Вау алейкум, ассалам. Я думаю, да. Я думаю, да. Саламу алейкум, Тумсо. Если СМИ и так и дальше будут обвинять кавказцев во всех их бедах, возможно ли дестабилизация на Кавказе и свержение власти, которая там находится. Вообще, то, что они сейчас делают, это напоминает такую бурю в стакане. Бывает, когда они специально наметают что-то, чтобы провернуть какую-то свою операцию. Но не знаю. Давайте будем просто наблюдать, смотреть. Как я всегда вам говорю, не умею делать эти прогнозы. Но не просто так это происходит. Сначала там каких-то дагестанцев, чуть ли, я не знаю, на всю страну это показывают. Тех, с кем они там подрались, его награждают чуть ли героем России. Потом история с этими выходцами из Азербайджана, гражданами России, которые подчеркивают, что это сначала кавказцы, потом закавказцы. Но это очень странно. Как будто мы стоим на пороге грандиозного шухера. Как думаешь, они серьезно сейчас специально активизировались в своем национализме в плане направления русских на кавказский и среднеазиатский национальности. Продолжение в следующем сообщении. Ну, я не знаю, друзья, я же говорю, я смотрю на это с таким подозрением. Я вижу, что это не просто так происходит. Резко они начали прям нагнетать вот эту ситуацию. Но для чего они это делают, нам остается только догадываться. Россия уже не просто так прислала Аллах. Мы грабили друг друга и похищали людей, продавали в рабство. Ты говоришь, что жили дружно. Далеко не правда то, о чем ты говоришь, Еврагим Коригов. Тебе бы свою историю, историю своего народа, наших кавказских народов получить. У нас в большинстве кавказских народов вообще не было рабоводельчества. Это не про нас. У нас были, конечно, какие-то там отдельные моменты какого-то бандитизма. Но это везде есть, везде как бы встречается. Но мы веками сосуществовали. И не было у нас вообще ни одной войны в истории, чтобы мы там друг с другом, какие-то народы у нас воевали. До прихода к нам в России у нас ничего подобного не было. Так что не говорите подобные вещи, глупости абсолютные. Да, понятно, нам всегда было и есть над чем работать. У нас всегда будут какие-то проблемы. Вы думаете, есть какое-то идеальное общество или вообще оно когда-то было? Конечно, нет. Оно всегда есть и будет. В праведном халифате и при Абу-Бакре, и при Умре, и Усмане, и Али. Да были довольны ими всеми Аллаху. Вы что, думаете, не было преступности, что ли? Тоже было, и они решали эти проблемы. Так что такие моменты у нас всегда будут. Но вот так вот глобально, чтобы говорить, что у нас там чуть ли мы в каком-то нечестии находились, но это неправда. Как раз таки даже во время нашего невежества, мы, в отличие от других народов, которые также пребывали в невежестве, у нас наши очень строгие такие консервативные обычаи, наши адаты, так сказать, не позволяли нам. Очень много всякого разврата, который присутствовал у других людей, у нас его не было. Вот так вот. Продолжение следует...